Задолго до появления людей, которые на сегодняшний день занимают доминирующую позицию среди существ, планету населяли настоящие монстры. К счастью или нет, но их существование по той или иной причине оказалось не вечным. И поэтому у меня для тебя две новости, одна хорошая, а другая плохая. Хорошая новость заключается в том, что в ролике не будет гигантских и мерзких пауков. Плохая же новость, что любое другое существо, которого ты боишься, вероятнее всего будет в выпуске только увеличено в десятки раз, либо же в более ужасном обличии. Стоит отметить также, что возможно, если бы они не вымерли, то у нас с тобой не было бы и шанса выстоять перед такими животными. Дорогой зритель, как ты знаешь, монетизации на канале практически нет, и ролики создаются на полном энтузиазме. Видимо, настал тот момент, когда это делать становится еще сложнее. Поэтому буду благодарен, если ты поддержишь канал донатом. Даже незначительные суммы оказывают неимоверно огромную поддержку. Реквизиты для донатов будут в описании и закрепленном комментарии. Спасибо тебе. И погнали смотреть, что там за животные, которые не дожили до наших дней. Начнем с самой глубокой древности. Триста восемьдесят миллионов лет назад жизнь только осваивала сушу. Первые леса населяли примитивные насекомые, никаких динозавров даже в планах не было. А вот под водой все было иначе. Там жизнь кипела. И настоящим королем морей того времени был Дун Клеастей. Эта монструозная рыба находилась на вершине пищевой цепи благодаря широкой пасти с мощными костяными пластинами вместо зубов. Такие же пластины покрывали голову хищника. Все это превращало Дун Клеастей в идеально экипированную машину для убийства. Прибавь к обмундированию длину в 6 метров и получишь настоящего суперхищника своего времени. Впрочем, как говорится, всегда найдется рыба покрупнее. Наука не знает птиц больше Аргентависа. Эта птица, учитывая ее размеры, могла бы запросто заменить крыло самолета. Если не сам самолет. Ученые считают, гигант весил до 100 килограммов и вырастал до 3 метров в высоту. Не меньше поражает и размах крыльев, составляющий более 7 метров. Для сравнения, самая крупная современная птица, анский кондор, в целых 6 раз меньше Аргентависа. Правда, тот населял Землю еще 5 миллионов лет назад. Вид Аргентавис magnificens практически не изучен. Палеонтологи знают лишь, что птица обладала слабыми грудными мышцами и больше парила, чем летала. Сложно представить, насколько величественно мог выглядеть парящий Аргентавис на фоне прозрачного неба. И он вовсе и не был безобидным. Считается, что Аргентавис мог нападать даже на саблезубых тигров и отбирать у них добычу. Странным выглядит исчезновение Аргентависов с лица планеты. Продолжительность жизни этих удивительных птиц составляла более 100 лет. Естественных врагов у него не было вовсе, умирали гиганты только от старости. В теории Аргентависы могли бы существовать и сегодня, но мы, конечно же, вряд ли могли бы пропустить такого гиганта, парящего в небе. Это гигантское морское существо выглядело, как некая помесь скорпиона и омара, сужающимся хвостом и плоскими плавниками. Ракоскорпионы, хоть и похожи на современных скорпионов, все же относятся к другому виду – эврипториды. Они жили на Земле в течение многих миллионов лет, но вымрали в конце Пермского периода. Ранние формы обитали на мелководьях в морях. Около 325 миллионов лет назад большая часть перешла к жизни в пресной воде. В эту группу входили особи, которые считаются крупнейшими членистоногими в истории планеты. Длина тела таких существ ни много ни мало достигала 2,5 метров. Эндрюсар Возможно, самое крупное вымершее наземное хищное млекопитающее, обитавшее в эпоху среднего-позднего эоцена в Центральной Азии. Эндрюсарха представляет длиннотелым и коротконогим зверем с огромной головой. Длина черепа составляла 83 сантиметра, а ширина черепа на уровне скуловых дуг – 56, но размеры могут быть гораздо крупнее. Согласно современным реконструкциям, если предположить относительно большие размеры головы и меньшую длину ног, то длина тела могла доходить до 4,5 метра, а высота в плечах – более полутора метра. Вес же мог достигать около 1 тонны. Эндрюсарх – примитивная копытная, близки к предкам китов и парнокопытных. Он как раз и жил в то время, когда зародился первый кит. Это существо называют одним из самых крупных, если не самым крупным из всех, кто когда-либо бороздил небесные просторы. Название его связано с ацтетским богом Кецалькуатлем, который был известен в виде пернатого змея. Это был самый настоящий король неба, с размахом крыльев 12 метров и ростом почти в 10. Однако вес его был довольно невелик – до 100 килограмм. У существа был заостренный клюв, которым оно собирало пищу. Длинным челюстям не мешало отсутствие зубов, а основной едой могли быть рыба и трупы других динозавров. Считается, что находясь на земле, четвероногое животное было настолько сильным, что могло взлетать прямо с места без разбега. Сравнивать это огромное животное с современными, конечно же, трудно. Так как оно являлось птерозавром, прямых потомков у него не осталось. Но в свое время оно было наиболее связано с птеронодоном, который уже сравним с современными птицами, в частности с аистом марабу. Сближают их два факта, больше, чем обычно размах крыльев и пристрастия к падали в качестве пищи. Практически никто в мире не любит скорпионов. В принципе, не безосновательно. Во-первых, они отвратительны, а во-вторых, жалят около одного миллиона человек в год, из которых три тысячи умирают. Если же ты относишься к тем немногим, кто от скорпионов без ума, то тебе наверняка понравилось бы в каменноугольном периоде. Представь, гуляешь себе по берегу до исторического океана, периодически теряя сознание из-за перенасыщенной кислородом атмосферы, а под ногами бегают скорпионы под 70 сантиметров длиной. Примерно собаку, только более плоские. Интересно, каково убегать от такой машины? Титана Боа, которая жила приблизительно 60-58 миллионов лет назад, во время эпохи палеоцен, является самой, что ни на есть, крупной, длинной и тяжелой змеей из когда-либо обнаруженных. Ученые считают, что самые крупные особи могли достигать длины до 14 метров и весили приблизительно около одной тонны. Ее диета обычно состояла из гигантских крокодилов и черепах, которые делили с ней территорию в современной Южной Америке. Ну, как делили? Скорее, просто пытались пастись. Знакомься, ортоплевра. Самая крупная из позвоночных в истории планеты Земля. Да, ты все правильно понял. Это многоножка длиной 2,5 метра с бронированным телом из 30 сочлененных сегментов. Ширина очаровательного членистоногого как минимум 50 сантиметров. Во всяком случае, именно на таком расстоянии располагались цепочки следов, которые оно оставляло. Теоретически, ортоплевра была способна убивать людей с инсектофобией одним своим присутствием. Но не стоит переживать слишком сильно, она, очевидно, была растительноядным созданием. В ее капролитах обнаруживали преимущественно фрагменты спор попоротникообразных. Но не исключено, что ортоплевра могла перехватить и какую-нибудь мелкую живую добычу, если та случайно ей подворачивалась. Укусы блох явление очень неприятное, но саму блоху разглядеть бывает сложно даже человеку с отличным зрением, ведь ее размеры составляют несколько миллиметров. А теперь представь себе блоху размером 2,5 сантиметра. Да, миллионы лет назад все было огромным и блохи тоже. Заврофтиры, в отличие от своих современных потомков, больше напоминали водомерок, узенькое, тельце и длинные тонкие лапки с цепкими коготками. Они приспособились высасывать кровь птерозавров и на их крыльях совершали кругосветные вояжи. Останки этих ископаемых кровососов найдены в России и Китае, но наверняка они, как и любые другие паразиты, были распространены по всему миру. Вообще, в воде живые существа вырастают куда крупнее своих наземных товарищей, потому что эта среда снижает нагрузку на кости. Взять, например, самое большое современное животное синего кита длиной в 33 метра. Он выглядит настоящим великаном, если наблюдать за ним с борта корабля. Но мегалодон рассматривал бы китов только как ценный источник протеина. В эпоху своего господства в морях эта огромная рыба пожирала их на завтрак, закусывая гигантскими черепахами, дельфинами, кашалотами и касатками. Большой белой акулей мегалодон просто рассмеялся бы в лицо. Он достигал 20 метров в длину и весил порядка 40 тонн, превосходя ее минимум в 3-4 раза. Мегалодон отличался поистине голливудской улыбкой. У него было 250 острых зубов, размещенных в 5 рядов, сила укуса 18,5 тонны. А это в 3 раза больше, чем у рекордсмена по кусанию среди современных животных грибнистого крокодила. Зубы мегалодона имели зазубрины как пилы и позволяли легко откусывать от добычи просто на ходу, даже если она была еще жива и активно сопротивлялась. Вымерли мегалодоны около 3 миллионов лет назад, относительно недавно по меркам истории Земли. Температура мирового океана снизилась, появились предки современных косаток, более развитые морские хищники. Все это привело к постепенному исчезновению мегалодонов и человек этих монстров попросту не застал. Хотя есть те, кого не устраивает версия вымирания этой акулы. И если ты один из них, пиши в комментариях свое мнение, почему мегалодон может быть еще жив. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok